Вокалисты, хореографы, театралы, художники и стилисты. На площадке Казанского федерального университета состоялся галоконцерт по итогам Приволжского молодежного фестиваля народного творчества «Национальное достояние». Более 300 участников из разных регионов страны на протяжении прошлого месяца активно отправляли свои работы на конкурс. И вот, наконец, итоги подведены. Институт феологии и межкультурной коммуникации объединил изначально университет этим фестивалем. Затем мы переросли в городской, в республиканский. Нас поддержали вузы Приволжского федерального округа. Ну и сегодня этот фестиваль расширил горизонты. И действительно он по праву носит название «Молодежный фестиваль», потому что здесь участвуют в этот раз уже и школьники, и участники, наши школьники являются не просто наблюдателями, а конкурсантами. Галоконцерт посетили проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Ариф Межведилов, а также проректор по внешним связям Тимирханалишев. Помимо этого проникнутся атмосферой культуры народов России пришла делегация участников международного форума к 50-летию конвенции об охране всемирного наследия. В ее состав вошли гости из Сири и Иордана, а также представители ЮНЕСКО. Основной задачей фестиваля является популяризация в молодежной среде народного вокала, музыки, хореографии, а также возрождение древних ремесел и использование забытых технологий. Конечно же мы обращали на то, чтобы участники – это и дети, и молодежь студенческая. У нас же участвовали и школьники, и студенты вузов, а также учащиеся сузов, чтобы они именно опирались на народное творчество. Да, где-то это могла быть стилизация, но все равно, чтобы были сохранены те самые ценные национальные и народные традиции. За основу своих номеров артисты брали не только традиции и обычаи конкретных народов, но и легенды. Так студенческий театр из Казани взял за основу своего номера роман о жизни предков волжских татар. А вот танцевальный коллектив из Елабоги – историю вольных казаков. Для артистов погружение в историю предков, для создания сценического образа – не просто возможность ощутить все грани национальной идентичности, это шанс понять самих себя. Для меня искусство и творчество – это я. И то, что из этого я можно сделать. Мы же все равно считаемся родными народами. Это наша идентичность в наших костюмах, в наших речах, как мы разговариваем и как мы себя ведем. Это наша история. На территории России проживает более 190 народов. Каждый из них принес к культуру нашей необъятной родины что-то свое. Именно поэтому, вне зависимости от принадлежности к ним, мы больше, чем сограждане. Мы единый народ с богатой историей и культурным наследием. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюс.